Google соответствует ожиданиям, что компания представила на конференции разработчиков. Коммерсант от 8 мая 2019 года, 16-22-7 мая американская корпорация провела конференцию разработчиков, на которой показала новые продукты и сервисы. Компания представила смартфоны Pixel, 3i 3a, Excel, умного ассистента, Nest Hub, новые функции поиска и ряд других новинок. Google представила смартфоны Pixel, 3i 3a, Excel, которые являются более доступными версиями телефона. Pixel 3. Для снижения цены была урезана мощность процессора S Snapdragon 845 до Snapdragon 670. Ограничен объем памяти до 64 гигабайт. Убрана возможность беспроводной зарядки, однако появился разъем для наушников 3,55 мм. Pixel 3a будет стоить 399 долларов. Он оснащен 5,6-дюймовым дисплеем, 12,2-мегапиксельной задней камерой и работает под управлением. Android P Pixel 3a Excel будет стоить 479 долларов, а экран увеличится до 6 дюймов. Домашний умный ассистент Google Home Hub переименовали в Nest Hub и снизили цену с 149 долларов до 129 долларов. Также был представлен Nest Hub Max, в котором увеличили экран с 7 до 10 дюймов, а также добавили камеру. Стоимость устройства составит 229 долларов. Обе колонки поступят в продажу этим летом. Также добавили возможность разблокировки устройства при помощи технологии распознавания лица. Некоторые результаты поиска Google, например, модель обуви, теперь будут снабжаться 3D-моделью. Если на нее нажать, то можно будет увидеть ее через дополненную реальность. Google Lens. Теперь при взгляде на меню ресторана выделят самые популярные блюда. Запущенный в прошлом году сервис Duplex, предназначенный для бронирования либо планирования встреч, теперь распространится на веб-сайты для более быстрого взаимодействия. Google. Удалось сократить программы распознавания голоса с сотен гигабайт до половины гигабайта, что сделало сервис достаточно емким, чтобы поместиться на смартфоне и работать без интернета. Помощник Google будет встроен в дорожный сервис Waze, что позволит делать голосовые сообщения об авариях на дороге или выбоинах. Также с помощью фразы «Давай прокатимся» теперь можно будет перевести ассистента в режим вождения, который минимизирует панель информации для непосредственных взаимодействий на дороге, маршруты, контроль музыки. В Google Maps вводится режим инкогнито, что позволит не сохранять историю поисков адресов и маршрутов. Как растет выручка. Google с помощью новой функции Android теперь сможет автоматически снабжать тегами медиафайлы на смартфоне, включая сохраненные подкасты и записанные видео. Новый режим Live Relay позволит транскрибировать голосовые звонки в реальном времени. Также можно будет отвечать через текстовые сообщения. Android Q будет снабжен темной темой, которую можно включить через меню, также она будет автоматически включаться в режиме экономии энергии. Как софт для цифровых камер стал самой популярной операционной системой для смартфонов в мире читать далее.